Утро в семье кинологов Лидского пограничного отряда Ольги и Александра Островских начинается очень рано. Две неугомонные собаки поднимут лучше любого будильника. Одна из них по кличке Стелла особенная. Она наполовину волк. Это порода чехословацкая волчья собака. Многие думают, что это волк. Это не так. С ней очень интересно работать. Она очень думает не так, как все собаки. То есть очень развитая по мышлению. Быстро схватывает очень команды. Команда сидеть, лежать, стоять. Мы выучили буквально за сутки. На вторые она уже делала, как взрослая собака. Стелла собака с характером. В машине кинологов сразу решила ее место на заднем сидении. Со своей напарницей, овчаркой Набирой, у нее особые отношения. Волчки вообще плохо переносят одиночество. Талантов у них много. Но все они должны быть пущены в конкретное дело. Эту породу собак выводили специально для участия в спецоперациях. Поиска наркотических веществ, взрывчатки и оружия. Собоняние очень хорошее у собаки. Присутствует осторожность к посторонним лицам. Из-за этого больше всего понравилась эта порода. Очень энергичная собака. Гулять надо постоянно. Самое главное, чтобы не брали эту породу, которой люди еще не опытные. Еще этой породе надо обязательно, чтобы был вожак в стае, в семье. Вожак – это не тот, кто кормит. А тот, кто больше всего занимается. В нашей стае, мне кажется, что она меня выбрала уже вожаком. То, что Стелла безоговорочно признала в своей хозяйке вожака, неудивительно. Ольга с детства с собаками. Ходить училась, держась за домашнего пса. Отлично знает все их повадки. Ее многолетний кинологический опыт за 4 месяца сделал из щенка настоящего профи. Стелла уже различает несколько видов наркотических веществ. Она уже с двух месяцев работает в пункте пропуска у меня, со мной вместе. Уже были задержания. Ну, на мой взгляд, нюх намного лучше, чем у овчарки. В данный момент у меня еще овчарка, поэтому вывод делаю, что она ходит быстрее. Была тренировка на багаже закладки, то есть были все наши собаки. Взрослые собаки даже не нашли в тех сумках, где нашла она. Всю машину даже может не работать. Она просто идет, если где-то ветром подует, она идет сразу к этой машине. Пока чехословацкая волчья собака единственная на белорусской границе. Но результаты ее работы уже радуют. Когда в пункте пропуска Бенехони появляется Ольга и ее четвероногая команда, обнаруживается даже самый надежно спрятанный контрабандный тайник.